Зачем покупать недвижимость на Кипре? Какие задачи наиболее успешно можно решить на солнечном острове? Понятна эмиграция, понятно отдых в своей квартире или на вилле. А вот как эти решения соотносятся с получением дохода? Мы разбирались вместе с компанией Sotheby's International Realty. Когда говорят о недвижимости Кипра, слово инвестиции на ум приходит не сразу. Сначала вспоминаются жара и море. Затем, разумеется, программы ПМЖ и гражданство через покупку недвижимости. Они во многом определяют спрос. Но, кстати, они же заставляют покупателей искать инвестиционные решения. Ведь через пять лет после получения паспорта вы можете продать свою недвижимость, за исключением объекта стоимостью 500 тысяч евро. Но по какой цене вы ее продадите? Сможете ли получить хоть какую-то выгоду? Соответственно, подбирая объект или объекты, просто необходимо заглянуть в будущее. Но! Волшебников нет и никто не может гарантированно предусмотреть, что будет через пять лет. Но! Мы всегда предлагаем недвижимость, которая будет востребована в моменте. Что я имею в виду, что если рынок упадет и через пять лет будет не самое правильное время выходить из инвестиций, то инвестор будет продолжать зарабатывать на аренде. Такие примеры на рынке есть. И как бы здесь очень важно отметить, что, как правило, ликвидные объекты на аренду являются ликвидными объектами на продажу. С недвижимостью, как с нефтью. Но вот кто вам ответственно, подчеркиваю, ответственно, скажет, через пять лет ваш дом или квартира точно подорожает. Слишком много параметров влияют на цену. А вот с получением дохода с аренды проще. Есть характеристики, которые определяют инвестиционную привлекательность объекта и сейчас, и через пять, и через десять лет. Можно назвать, а значит, можно найти. Это расстояние до моря, это расстояние до детских площадок, расстояние до школ, до теннисных кортов, до парков, до магазинов. Этот параметр очень важный. Всегда нужно рассматривать любую недвижимость. Кто будет ей пользоваться? Кто будет ей пользоваться сейчас? Кто будет ей пользоваться через пять, и десять, и пятнадцать, и двадцать лет? То есть, если мы рассматриваем варианты инвестиций, то, конечно, чем ближе недвижимость к морю, тем, как правило, выше ее инвестиционный потенциал. К морю, так к морю. Типичный пример. Будут ли дорожать вот такие виллы совсем рядом с пляжем, с инфраструктурой? Наверное, будут. Насколько? Ответ зависит уже от множества условий. Конъюнктура рынка, объемы строительства по соседству. Зато арендные перспективы качественной недвижимости у моря более очевидны. Кипр-курорт с более чем полугодовым сезоном. И так будет всегда. Этот формат отвечает сразу на несколько задач. То есть, конечно, небольшая вилла – это один из самых востребованных вариантов для дома на море. Одновременно с этим эти дома очень востребованы на краткосрочную аренду. Особенно, если они расположены в пешеходной досягаемости до моря. К примеру, в этом решении мы находимся две минуты от набережной, мы находимся в нескольких минут от всех магазинов и ресторана. То есть, здесь прекрасное место и для личного отдыха, и для хорошего заработка. Второй момент, на который стоит обратить внимание инвестору. Зарабатывать на аренде на Кипре не всегда означает зарабатывать именно на туристах. Есть иной пласт возможностей. И на сегодняшний день достаточно сложно найти хорошую качественную недвижимость по долгосрочную аренду практически во всех городах, что приводит к новой волне интереса от инвесторов, которые заинтересованы в покупке недвижимости под долгосрочную аренду. Долгосрочная аренда – она для экспатов и для местных жителей. Но, возможно, самый любопытный пример – студенческие апартаменты. Эта история не специфически кипрская, но именно Кипр активно, если не сказать агрессивно, заявляют в последние годы. Остров – это образовательный центр. Мощную маркетинговую политику проводят даже не власти, а университеты и частные школы. Британская система образования за разумные деньги – это магнит. А, например, кампусы, вот как этот, университет от Центрального Ланкашера – инвестиционное решение. По той же причине, что и у Вилл рядом с пляжем. Поток клиентов стабилен. Для инвесторов студенческие общежития интересны тем, что у них практически всегда и практически гарантированно есть арендатор. Поэтому, конечно, студенческие общежития на сегодняшний день являются интересным и востребованным объектом инвестиций. Кипр – не самая щедрая локация. Но ведь сегодня 4-5% годовых – хорошо. Но не менее важно, что квартиры и виллы в жилых комплексах, студенческие апартаменты – всего лишь два инвестиционных примера, а их много больше. Есть еще офисы, есть морские марины, есть выбор. Покупка недвижимости редко, когда преследует одну единственную цель. Мы все равно хотим и заработать, и пожить, и, если что, переехать. В этом смысле Кипр практически в равной степени привлекает людей с разными целями. Но что интересно, раньше, скажем, лет 10 назад, гораздо чаще покупали для себя, на лето. А потом уже пытались приспособить к недвижимости получения дохода или переезда. Времена изменились, говорит Анастасия Янни. Но очень часто мы замечаем, когда люди перед приездом на Кипр поставили себе четкую задачу, что инвестиции и только цифры. А после того, как они приезжают на Кипр, и когда они ощущают на себе красоту нашего острова, очень часто картина меняется. И они уже говорят инвестиции и что-то для себя. Редактор субтитров А.Семкин